МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорим об Украине. Меня зовут Дарья Вершилинко. И сразу главным темам. Одесская область без руководителя Михаил Саакашвили подал в отставку. Где какую букву писать? Ко дню мобы проверить знания украинского могут все желающие. Украинка в топ-15 лучших теннисисток мира. Пятеро украинских военнослужащих получили ранения за последние сутки на Донбассе. С полуночи боевики 26 раз нарушили режим тишины. Активнее всего стреляли на Мариупольском направлении, по Марьинке, Новотроицкому, Красногоровке, Новомихайловке и Широкино. Вели огонь из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и БМП. Гнутово обстреливали из минометов и артиллерии 122-го калибра. Также там работал вражеский снайпер. На Донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты стреляли из гранатометов и пулеметов, по Луганскому и Зайцево из минометов и стрелкового оружия. На Луганском направлении вблизи Новоалександровки боевики применили гранатометы и противотанковые ракетные комплексы. Станицу Луганскую и Крымская атаковали из пулеметов крупного калибра и гранатометов. Мариупольская морская охрана обнаружила российский беспилотник в Азовском море. Летательный аппарат «Орлан-10» дрейфовал в трех километрах от береговой полосы, сообщили в Госпогранслужбе. Самолет разработан в России, может использоваться на высоте до 5000 метров на расстоянии 120 километров от станции управления. Находка в рабочем состоянии сейчас украинские эксперты снимают с беспилотника информацию и анализируют ее. Михаил Саакашвили подал документы на увольнение с должности главы Одесской областной госадминистрации. Об этом сообщила его пресс-секретарь Дарья Чиж. О намерении уйти в отставку Саакашвили заявил в ходе выступления в Одессе. По его словам, последней каплей стали электронные декларации. Считает, развитие Одессы тормозят именно коррупционеры. Я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы. У меня не опустятся руки, я не устану. Пусть они не надеются и пусть они только не насчитывают избавиться от меня. Я действительно не хочу оставлять одесситов на произвол судьбы. Но я им хочу сказать, мы обязательно поднимем и Одессу. Отставка Саакашвили связана с его желанием вернуться в большую политику, считают политологи. Говорят, у Саакашвили неплохие рейтинги, поэтому он, вероятно, займется продвижением своей партии в Верховную Раду. Теоретически возможен вариант, когда президент его попробует все-таки уговорить. Но у меня такое ощущение, что Саакашвили свой выбор уже сделал. Саакашвили, видимо, решил уйти в политику, поскольку постгубернатор его сдерживал, ограничивал. А теперь, как свободный политический деятель, почти наверняка оппозиционный, судя по его выступлению, он постарается, скажем так, поднять рейтинг своей партии и таким образом вернуться в большую политику. Претендовать в перспективе, если вдруг состоятся досрочные парламентские выборы, на то, чтобы его партия прошла в парламент. Китай инициировал создание зоны свободной торговли с Украиной, заявил посол Китайской Народной Республики Ду Вэй на форуме в Киеве. Он посвящен развитию проекта «Шелковый путь» в Украине. Его цель – усилить экономическое сотрудничество и торговлю между Китаем и Европой. Кроме Украины, в нем участвуют более 60 стран. В Пекине считают, без нашей страны эта инициатива будет неполной, отметил Ду Вэй. Украинское правительство заинтересовано в таком сотрудничестве. Кроме этого, Китай создает фонд объемом 10 миллиардов евро для инвестиций в Восточную Европу. Китай поставил амбициозную цель – создать украинско-китайскую зону свободной торговли. Надеемся, вскоре украинская сторона начнет рассматривать этот вопрос. Мы надеемся, что китайские бизнесмены придут в Украину с инвестициями. Сельское хозяйство, науку и технику, инфраструктуру, логистику, финансы, электронику, ядерную энергетику. Мы надеемся, что украинская сторона продолжит шаги по созданию благоприятной бизнес-среды, чтобы все больше и больше китайских предпринимателей инвестировали в Украину. Это все делается для того, чтобы на правительственном уровне заложить начало нашего бизнес-сотрудничества и привлечь государственные средства и гарантии правительства КНР для инвестирования в Украину, а также допустить больше украинской продукции на рынок Китая. Украинской хельсинской группе 40 лет. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на их свободное выражение. Это положение из всеобщей декларации прав человека с 1976 года стало жизненным кредо для участников группы. Это была первая легальная правозащитная организация в УССР. Она сыграла одну из ключевых ролей в национально-освободительной борьбе украинцев об истории группы, судьбе участников, выставка архивных документов. Он из тех, кто бросил вызов тоталитарному режиму. Один из немногих, кому в 1976-м хватило смелости, силы воли, чтобы открыто заявить на весь мир о нарушении в СССР основных прав человека. За свои взгляды он привел в советских лагерях почти 30 лет. Ловко Лукьяненко один из основателей украинской хельсинской группы, созданной 9 ноября 1976-го. Главная задача – содействовать выполнению хельсинских соглашений. Документ годом ранее подписали более 30 государств, в том числе и Советский Союз, и обязались соблюдать основные свободы и права человека. Лукьяненко отмечает, в Кремле никогда не терпели правозащитников, и, к сожалению, ничего не поменялось и сегодня. В разное время людей, которые критиковали империю, наказывали по-разному, но обязательно жестоко наказывали и преследовали. Разница между Советским Союзом и нынешней Россией есть, но украинцев одинаково судят, дают 20 лет, преследуют за то, что они критикуют российский режим, ту империю, потому что Россия сегодня – это уменьшенный вариант российской империи. Это уникальные, аутентичные документы, свидетельствующие о нарушении элементарных человеческих прав в Советском Союзе. В частности, эти обращения адресованы Белому дому от зарубежного представительства Украинского Хельсинского Союза. В них призывы поддержать политзаключенных, находившихся в мордовских лагерях на территории Советского Союза. Тогда реакция была однозначной. Западный мир осуждал действия Советского Союза и репрессии, которые происходили на территории Советской Украины. В 1980-м Белый дом объявил 9 ноября днем поддержки украинских участников в Украинской Хельсинской группе. 250 конгрессменов подписали письмо о поддержке украинских политзаключенных. Они нуждались в поддержке, ведь уже через несколько месяцев после создания группы начались аресты. Первыми за решетку попали ее руководители Николай Руденко и Алексей Тихий. Далее Мирослав Маринович, Николай Матусевич, Лавко Лукьяненко. Все они получили длительные сроки в лагерях. До 1980-го года большинство членов группы были осуждены. Украинская Хельсинская группа, несмотря на жестокие репрессии, впоследствии сумела стать основой для следующего этапа украинского освободительного движения, национального демократического движения конца 80-х, начала 90-х годов. Тогда она и трансформировалась в одну из первых партий, Украинскую Республиканскую партию. На выставке обнародовано более 70 документов, а также 20 исторических фотографий. Их представили 5 центральных государственных архивов. Также есть материалы из архива СБУ. Все они свидетельства того, как Советская империя соблюдала права человека и как боролась с украинской Хельсинской группой, которая стала на их защиту. Проверить знания украинского могут все желающие. Акцию «Ко дню украинской письменности» языка организовали в Национальном музее истории Украины. Посетители, независимо от возраста, имеют возможность почувствовать себя корректором в издательстве, а также подготовиться к радиодиктанту национального единства. Учитесь, братья мои, думайте, читайте, и чужому научайтесь, и своего не цурайтесь. Это цитата выдающегося украинского художника слова Тараса Шевченко. Она специально испорчена орфографическими, грамматическими или синтаксическими ошибками. Найти их и исправить пытается киевлянка Оксана. Говорит, задания не очень-то и сложные. На самом деле ошибки не очень сложные. Если вы хоть на школьном уровне знаете грамматику и орфографию, то это несложно исправить. В некоторых моментах просто изменены буквы или пропущенные запятые. Карточку со своими исправлениями Оксана бросает в общую урну. Там уже несколько десятков отредактированных высказываний известных украинских деятелей. Ко дню украинской письменности и языка их должно насобираться около тысячи, надеются сотрудники музея. Они все проверят. Результат будет базироваться на исчислении общего процента ошибок. Участие в акции анонимное. Для нас интересно статистически, сколько людей справились с этой задачей. Но я думаю, что эта акция будет иметь дальнейшее развитие. И филологам, особенно преподавателям школ, будет интересно посмотреть, какие типичные ошибки были у наших посетителей. Возможно, это будет подсказка преподавателям украинского языка и литературы в школе, на чем стоит акцентировать внимание во время написания диктанта. Акция «Проверь себя» – это также своеобразная подготовка к традиционному радиодиктанту национального единства. Он состоится 9 ноября в прямом эфире на украинском радио. Как показывает опыт, аудитория и география участников постоянно увеличивается. Флэшмоб ежегодно объединяет украинцев из разных уголков мира. Олеся Гурбик, Игорь Каркадым, Юэй Ти Ви. Украина и Германия подписали меморандум о сотрудничестве антидопинговых агентств. Он предусматривает обмен специалистами и опытом в сфере борьбы против использования стимулирующих средств спортсменами. 19 октября Верховная Рада в первом чтении приняла закон про антидопинговый контроль, заявил министр молодежи и спорта Игорь Жданов на заседании мониторинговой группы антидопинговой конвенции. Мероприятие проходит в Киеве 7 и 8 ноября. В нем участвуют более 60 стран-членов Совета Европы. В 2015 году был принят новый кодекс антидопинговый, поэтому мы принимаем на его основании новый кодекс. Есть новый закон, новую редакцию закону про антидопинговый контроль в спорте. Есть определенные требования по списку запрещенных препаратов. Это значит, надо донести их до тренеров, спортсменов, чтобы они потом говорили, что они не знали, что эти препараты запрещены. В общем, надо бороться, создавать антидопинговую систему, не так, как в России, создавать систему, которая поддерживает допингу спортсменов. Впервые украинка среди первых ракеток мира. Элина Светолина попала по итогам года в топ-15 лучших теннисисток мира. Харьковчанке удалось за год подняться на 5 позиций, и теперь она занимает 14 место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Светолина в этом сезоне выиграла турнир в Куала-Лумпуре и дважды дошла до финала в США и Китае. На Олимпиаде в Рио украинка сенсационно обыграла на тот момент первую ракетку мира американку Сирену Вильямс. 58 место рейтинга WTA и титул второй ракетки Украины Улеси Цуренко, Катерина Бондаренко, 72-я. Впервые в карьере попала в топ-100 Катерина Козлова. Первой ракеткой мира также впервые стала немка Анжели Кербер. На этом прощаемся. Больше информации на сайте Украинформа и увидимся уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин